В индустриальной зоне Шымкента-Онгтестык расширение производства. На стекольном заводе в наступившем году планируют запустить еще одну печь для варки стекла. Для хозяев предприятия это принесет дополнительную прибыль, а для простых рабочих весомый доход в семейный бюджет. Об истории завода и о мастере смены, мечтающем начать здесь свою трудовую династию, наш следующий материал. Мастером смены Мурат Серембетов стал не так давно. Он пришел на завод, когда его еще устроили. Мурат делал монтаж оборудования и представлял себе, каким будет процесс плавки стекла. И так увлекся, что решил остаться на этом предприятии. Да и по профессии он инженер-технолог. Так из простого рабочего он вырос до мастера смены и теперь обходит каждый цех. Его главная задача – следить за качеством выпускаемой продукции. На этом заводе можно выпускать до 70 миллионов стеклянных изделий. Правда, и работать приходится в четыре смены. Раньше Мурат перебивался случайными заработками, поэтому и жениться не решался. Сейчас у него и любимая жена, и стабильная зарплата. У меня хорошая зарплата, получаю 100 тысяч тенге в месяц. Теперь этих денег хватает не только на хозяйственные нужды, но и на интересный досуг. В гости ходим, в кинотеатр, в кафе. Мы же молодые. Семья Серембетовых ждут пополнения. Врачи сказали, что будет сын. Как только Мурат узнал об этом, сразу решил – он тоже будет работать на этом заводе. Он продолжит трудовую династию. Тем более производство расширяется. Здесь строят вторую печь для варки стекла. Руководство обещало Мурату повысить оплату труда. Работы-то теперь будет больше. У меня простая мечта. Хочу, чтобы всегда спокойно было в нашей стране. Дом хочу построить, работа, чтобы стабильная была. Я не мечтаю стать министром, президентом, Акимом. Хотя думаю о карьере, но на родном заводе. Сейчас на заводе работает около 200 человек. Предприятие построили в рамках программы индустриализации. Более 2 миллиардов тенге ушло на его строительство. Это кредитные деньги. Помогло государство. Оно субсидирует 7% ставки банковского вознаграждения. Все, что связано с коммуникациями, выделением участка, подачей электроэнергии, подачей газа. Это полностью проходило по программе индустриализации. Полностью нам помогало государство. На заводе уже есть трудовые династии. Отцы пригласили сюда сыновей. Они уверены в перспективах завода. Уже скоро здесь создадут еще 100 рабочих мест. Польза отработающего предприятия большая. Местная казна всего за 5 месяцев получила 350 миллионов тенге в виде налогов. А рабочие – стабильные заработки. Алмау Разбаева, Ирбулат Абишев, Нурмахамбек Муратов, Шимкент.